Ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы – все это отходы первого и второго классов опасности. Они должны быть утилизированы, причем безопасно. Именно с этой целью в Воричевском районе в рамках нацпроекта «Экология» будет создан экотехнопарк «Мирный». Накануне стройку посетили эксперты Общественной палаты региона. Эксперты Общественной палаты региона обходят строящийся экотехнопарк «Мирный» в Воричевском районе. Инфраструктура создается госкорпорацией «Росатом» и в ГУП «ФЭО». Стоят две основные задачи – безопасное обезвреживание и утилизация отходов первого и второго классов, а также получение из отходов, востребованных в хозяйстве продуктов. При этом оборудование практически для всех процессов заказано российского производства. Мы проработали ряд вопросов, которые нам позволили все-таки вернуться к российским разработчикам. И на конкурсной основе были проанализированы ряд технологических решений, ряд организаций, способных разрабатывать установки термического обезвреживания. Впрочем, экотехнопарк «Мирный» – это не только про безопасность и переработку отходов, но и про новые рабочие места, налоги в бюджет – 150 миллионов рублей в год и социальное развитие. Сейчас в филиале трудоустроено порядка 130 человек. При запуске проекта количество вакансий вырастет до 450. Будут очень сильно востребованы инженерные специальности по различным направлениям. Это и энергетика, и механика, в частности, и химическая технология. Планируем привлекать молодежь. Ведутся работы с ВИАДГУ, в частности, для прохождения стажировок, практик на базе филиала «Экотехнопарк «Мирный». Эксперты в области экологии высоко оценили проект и отметили его важность для Кировской области и страны в целом. В поседневной нашей жизни с вами образуются также такие отходы. Это и ртутные лампы, и батарейки, и аккумуляторы. Такие отходы производятся и образуются в промышленности. И сегодня в стране существует достаточно большая проблема по грамотной и безопасной утилизации таких отходов. А создание современной инфраструктуры по обработке с отходами в рамках национального проекта «Экология» решает государственную задачу. Создание комплексной системы по обращению с отходами, в рамках которой строится «Экотехнопарк», поможет решить проблему с несанкционированным захоронением отходов, в том числе в регионе.